что вы там забыли еды нормальной не это же очень далеко алкоголь купить просто невозможно продукта в магазине нет вообще все едят только полуфабрикат погода просто адская ужас холодно зима лютая мороз это просто невыносимо а лето нет вообще люди с искусственными улыбками куда вы лезете языка у вас нет вообще друзей вашем возрасте вам уже там не найти канадцы очень не любят дружить с иммигрантами друзья сегодня 21 октября а это значит что ровно год назад мы приземлились в канаде маленький маленький мой устал уже скажи еще не взлетели я уже устал мы наконец-то прошли все проверки в аэропорту в торонто мы были под самым-самым водопадом именно внутри водопада еще и еще чуть-чуть и вы на месте а а а а а а а а а сейчас у нас посадка на калдарь мы там отдохнули буквально один день и и дальше наш путь был в калгари в город где мы не знали абсолютно никого друзья давайте разберемся так ли все ужасно в канаде как мы прожили как мы выжили в этом дубаре этот год все в этом видео буду развеивать мифы для празднования этого прекрасного события мы сегодня выбрали итальянский ресторан самом центре калгари вот этот ресторан так ну режим колобков активирован ресторан нереально вкусный это к слову к тому что многие говорят вот в канаде нет хороших ресторанов калгари калгари дыра деревня негде покушать вкусно друзья мы только что ну мягко говоря объелись плюс еще десерт прям рекомендую вот этот ресторанчик итальянский и да здесь не то что рестораны на каждом повороте нужно знать места и там где вы знаете места всегда очень-очень вкусно сейчас мы находимся на территории на территории национального заповедника бэнф и я буду совмещать приятное с полезным показывать вам эту нереальную красоту природы канады и рассказывать вам про наше ощущение про наши события как у нас был наш первый год опять пошла тавтология ладно конечно же больше всего это то что меня впечатляет здесь это то что всегда есть куда поехать и соединиться с природой вот эта территория альберта она просто нереально и друзья мои практически каждые выходные мы куда-то едем и неважно зима это лето осень весна мы садимся воскресенье и в первый месяц который был самым таким непростым для нас потому что было много дел документы нужно было искать жилье но вы все в курсе вы все видели мои первые влоги из канады что у нас не получалось найти с нашими животными жилье но в итоге все разрулилось и за первый месяц мы нашли куда переехать и работу в моем прекрасном салоне красоты очень красиво но вопрос с медведями он очень актуальный там есть предупреждение что они тут могут быть я говорю виктору что нужно вести себя громко не бояться он говорит люди которых они сожрали пару недель назад тоже скорее всего знали как себя вести общем друзья красиво и опасно идемте в общем самое главное чтобы нас не сожрали медведи если что медведи будут бросаться на тебя так ну что еще сказать про этот год вы знаете вот все настолько гармонично было спокойно не было никаких таких прямо неожиданных эмоций ожидания в с реальность у нас не было никаких розовых очков мы ничего такого сверх необычного не ожидали здесь пережить поэтому ну как бы все спокойно все нормально так же мы за этот год много путешествовали мы побывали в мексике мы были в британской колумбии у моей подруги в килоуне ну вот как-то вот даже я не знаю вот напишите может быть у вас есть какой-то такой вопрос что вот что такое конкретно потому что в общем у меня даже ощущение дома вот реально есть ощущение дома и вот честно не знаю насколько тут безопасно но есть поскольку ощущение абсолютно дикой природы мы лезем куда-то по горам и кругом лес а ты не знаешь как вообще вот если медведи рядом как это ощущается ну там может быть звуки какие-то колокольчики ну да так вот год был в принципе абсолютно спокойный ну не считая того что через три месяца после мы приехали у меня была жуткая такая жуткие эмоциональные качели я о них тоже рассказывала но потом резко все прекратилось я как-то себя почувствовала абсолютно спокойно ну и в принципе это я немножко прислушиваюсь нет ли медведей в округе в принципе канада как канада посмотрите какая высота вау смешанные такие чувства вот просто очень красивая природа и честно немножко страшно вот реально потому что людей нет и вот это вот все только шум реки дикий лес дикий дикий лес я не знаю может мы еще чуть-чуть пройдем до какого-то следующего мостика и все ну вот хотя Виктор говорит что если бы выйдет медведь то нужно бежать вниз то есть как бы с горы потому что они с горы плохо бегают это Виктор профессиональный медвежатник ну не медвежатник он просто знает он где-то это читал где не знаю тропинка облагороженная и такие мостики ух ты смотрите вы только посмотрите ну красота завораживает там написано сколько тут метров там написано сколько тут метров прямо в лесу смотрите какие два красивых стульчика видимо обзорных идемте посмотрим что с них видно самое интересное что эти стулья привязаны вот тут друг другу ну так прикольно а может быть это такая специальная приманка для медведей то есть ты садишься такой красавчик свеженький свеженький тут оп вдруг откуда не возьмись сейчас я вам покажу какой вид здесь я думаю что основные цели и задачи которые мы себе ставили на первый год нашего пребывания в Канаде мы выполнили то есть поставили плюсик галочку и идем дальше конечно же следующий этап у нас это получение пиара вот что нам не хватает для того чтобы получить пиар это немножко знаний английского языка то есть я с нового года уже после переезда после окончательного переезда начинаю активно заниматься английским то есть я беру преподавателя который конкретно готовит к этому экзамену и вперед из песни что еще у нас дальше по плану ну дальше по плану просто жизнь путешествия может быть какие-нибудь в далекие страны ну и все в этом духе да были неприятные моменты вы знаете все знаете с нашими property менеджерами был неприятный момент в первом нашем жилье которое мы снимали на r&b мы когда съехали дамочка решила на нас немножко заработать и выкатила нам счет за якобы испорченные стулья но все обошлось все было нормально мы никакие стулья не портили просто вот ну такие люди есть везде которые хотят наверное заработать на вновь прибывших в любой стране а так ну я не могу даже вспомнить что-то еще такое шокировало если говорить в хорошем контексте то конечно это природа да вы видите что мы постоянно куда-то ездим выходные дни и каждый раз когда выезжаешь на природу есть такой эффект вау вау потому что вау а сегодня еще это было вау потому что была вероятность встречи с голодными перед спячкой медведями медведями по поводу еды да как нам наши знакомые говорили когда мы сюда планировали ехать некоторые наши знакомые говорили что еды вообще нету только полуфабрикаты так это даже не обсуждается еда есть еда абсолютно разнообразная супермаркетов маркетов всяких костков волмартов сейфон фудов магазинов количество немерено на каждой плазе в каждом районе есть такие пяточки где магазины на любой вкус огромный выбор продуктов особенно всем нравится здесь говядина она имеет какой-то особенный вкусный вкус да говядина фарш из говядины в общем все это то есть это это вообще здесь не проблема то есть какие какие еще были мифы ну в общем друзья мои все как везде только люди может быть чуть более френдли да многие говорят что у них натянутые улыбки но я считаю что лучше пусть будет натянутая улыбка чем ярко выраженная злобная недовольное лицо и люди ой люди действительно в общей массе своей да они дружелюбные они хотят помочь готовы помочь как минимум советом но то что есть такой миф что канадцы не очень хотят дружить с иммигрантами с приезжими ну конкретно в моем случае пофиг потому что мне хватает общения на работе у меня со всем коллективом очень теплые отношения они все у меня дужки дужки зайчики котики мурзики а дружить слава богу есть с кем потому что за этот год у нас появилось большое количество друзей людей с которыми можно провести время кому можно сходить в гости на что-нибудь вкусненькое так что это здесь вообще не проблема а сами канадцы вот я это говорю часто ну вот вектору что чем больше я начинаю понимать английский язык тем больше я начинаю узнавать канадцев да ну тех канадцев с которыми я работаю и я вам скажу новое наблюдение за ними они менее стрессоустойчивые то есть у них любая жизненная какая-то перипетия вызывает глобальный стресс и они не знают что с этим делать да вот так у меня например коллега у нее такая же ситуация как у нас ей хозяин дома сказал что дом будет продаваться и ей нужно в течение трех месяцев там что-то найти ну вот у нее прямо кардинально глобальный стресс также друзья вот такой насыщенный вполне себе прекрасный у нас был первый год в Канаде мы и путешествовали и были на свадьбе у наших друзей и много-много разных событий произошло за этот год вот и если оценивать его то я всегда оцениваю ну у каждого своя шкала оценки у меня это шкала счастья так вот если считать что она десятибальная то это 9 баллов из десяти один мы балл отправляем туда один балл уходит в минус потому что с нами нету наших детей и конечно это грустно а так в общем мы довольны хотим ли мы отсюда уехать нет конечно хотя признаюсь честно один раз было такое желание но это было давно и неправдано это было в феврале сейчас ну вообще все нравится мы относительно выровнялись работа друзья все дела так что друзья пишите какой у вас был опыт в Канаде или в той стране куда вы переехали какие у вас эмоции и насколько бы вы оценили свою жизнь по шкале счастья десятибальной вот всем классного настроения увидимся совершенно скоро в новых блогах пока ну вот теперь все сошлось 23 октября ровно год как мы прилетели именно в Калгари и именно в такую погоду мы сюда прилетели посмотрите началась зима и Субтитры подогнал «Симон»!